Используется тоже этот термин. И уже для граждан используется термин. Например, бюджет для граждан. Это представление официального бюджета, федерального, регионального, муниципального в понятной для граждан форме. Мы используем термин «мы» в Российской Федерации – инициативный бюджет. Это те бюджетные предложения, которые вносятся гражданами в той или иной форме. Вчера Леонид Владимирович использовал тоже его термина. И английский говорил «партисипатурный бюджет», «инициативный бюджет». Опять-таки, это те бюджетные предложения, которые вносятся непосредственно гражданами. Причем и индивидуально. Ну, я буду показывать сейчас разные моменты, связанные с этим. Прежде всего, о чем пойдет роль, ну, понятие, чтобы было, по крайней мере, чтобы мы понимали, о чем мы говорили. Принцип субсидиарности. Достаточно много лет назад, уже сейчас не могу сказать в каком году, защищалась докторская диссертация по развитию использования и определения принципов субсидиарности в Европейском Союзе. И тогда Леонид Владимирович, тоже он был членом Совета, значит, он сказал «это пройденный этап». Может быть, для Европейского Союза, я не знаю, для нас явно не пройденный, потому что мы его просто не могли. И пока в нашем общественном сознании, например, эта идея субсидиарного движения мыслей, прежде всего, а потом и денег, когда есть мысль, значит, за ней должны двигаться как-то деньги, она у нас, к сожалению, не присутствует. В качестве такого вот теоретического основания, я же не буду говорить методологического, да, я вообще с теорией людей очень дружу, но какие-то элементы приходят заисковывать. Значит, вот эта лестница участия была разработана исследовательницей Шерри Армштейн после событий 60-х годов, прежде всего, во Франции, где студенческое движение, скажем так, заставлено. Что ж, начало назвать? Это – это и все, что мысленно произвелиециальные, которые стали развивать, потому что эти процессы спешат через около 5 часов, и в 18 и и до 10 часов. Каковы все эти процессы уже созданы? Что касается личной формы, так они стали развивать, чтобыbarsку неизвали самовысловую, и вырвали в ответ. У нас, когда мы слышали, дело будет что-то правильно, что мысленно временно, как говорили, это всё-таки. У нас не было, что мысленно заменим, можно было забывать. Они сами это рассматривают как бархатную революцию, другая партия, не социалисты и не, я их так условно назову, негалисты, то есть неправы, а некая третья партия, причем взяла в полном объеме и на президентских выборах, и на выборах в национальное собрание. Вот они это продемонстрировали. Теперь откуда взялся этот парсетипоторный бюджет, где он появился, в каких условиях, значит, об этом будет идти речь, насколько он распространился к настоящему моменту. Есть очень большое исследование, которое было проведено к 25-летию, 14-й год, возникновение этой формы участия, вот тут, исходя из ответа на вопрос к предыдущему докладу, вот не знаю, как эту активность определить, как политическую, потому что, в принципе, все, что связано с деньгами, это политика. Или как гражданскую, когда граждане взяли в свои руки распределение финансовых ресурсов общественных, или как общественную, потому что это было движение общественности, но поддержанное определенной политической партией и определенными сформированными ею органами, ну, в данном случае местного самоуправления. Как бюджет этот функционирует при смене политической и экономической парадигмы? Вот нам тут сказали, нам надо больше догнать. Значит, вариант, что есть, исключительно интересный, потому что при первом взгляде кажется, что это исключительное достижение, исключительный успех. Вот в части процентепатурного бюджета, то, что они сделали в Польше, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что вот как бы в целом это явление воспринимается сложно и противоречиво. Причем мы, например, в Петербурге легко могли бы пойти по их пути и с количественной точки зрения получить совершенно выдающиеся результаты. Но мы к этому, скажем так, не готовы, они оказались к этому готовы. Но, опять-таки, в особых условиях. Понимаете, вот когда речь идет о управлении, то в управлении можно сделать то, только то, что реально возможно. Вот в политике можно попытаться сделать то, что кажется невозможным и невероятным. В управлении это практически сделать невозможно. Это не относится к моей теме, но поскольку я немножко буду там о Петербурге говорить, просто скажу. Общественность Петербургская активно участвовала в обсуждении стратегии 2030. Сегодня был уже разговор о стратегических документах. Значит, соображение первое. 172-й федеральный закон о стратегическом планировании Российской Федерации выстроен буквально наоборот. То есть он абсолютно выстраивает вертикаль, где высший уровень, то есть федеральная стратегия, подчиняет себе все остальные уровни. То есть стратегия строится в данном случае не снизу вверх, а сверху вниз. Ну, у нас так мозг построен. Все должно быть сверху вниз. И государство это для нас такой фетич. Хотя вот я, например, воспринимаю государство всегда везде и во всех варианрах, как оболочку. Как вирус. Ее чем заполнишь, тем оно и будет. Если туда медведей закачать и этих самых волков забивать, то будет агрессивное государство, которое в мире так будет восприниматься. Я не знаю, зачем нам это нужно. Говорят, нас заставляют. Ну, брать Крым нас, строго говоря, никто не заставляет. Так что люди не хотят на этом останавливаться. Они могут завести нас далеко и в нежелательном направлении. Значит, что у нас делается в России, в Петербурге? Кто что делает, что как вы делаете? Значит, понятие участия граждан, тоже непонятно говорят, надо употреблять термин участия, надо употреблять термин участия. Давайте мы на этом не будем зацепляться. Вот партисиматорный бюджет предполагает участие граждан, причем не избранных в органах власти. И должны они участвовать совершенно конкретно в использовании, в распределении публичных финансов. То есть это конкретный, очень такой инструмент. Значит, должны быть дискуссии в рамках этих процессов. Обязательно, должен быть включен, но здесь он назван общегородским уровнем, или децентрализованные районы. То есть децентрализованные в том смысле, что там есть представители органов, есть бюджетов. Потому что если этого нет, то это невозможно. Для чего это нужно? Но деньги-то, которые отдадут в этот партнерный бюджет, их возьмут из бюджета, города или района. Но, например, мы говорим в Санкт-Петербурге, в районе нет никакого бюджета, нет никаких полномочий, нет никакого представительного органа. То есть все, только бюджет городской. А что такое в Петербурге городской бюджет? Это бюджет субъекта Российской Федерации. То есть государственный вообще, а не муниципал. Значит, из этого вытекает много всяких там особенностей. Значит, процесс этот должен быть в личном, он должен все время повторяться. То есть это вот не разное мероприятие, один раз сделали, но, как мы часто говорим, нам это не подходит. И заодно. Значит, не получилось у нас, мы этот инструмент не используем. Значит, до суда различные формы делиберативной аниматрии используются. Формы, встречи. Я потом там покажу даже этот самый слайд, где показано, как это вообще предполагается делать. И контроль. Требуется результат от процесса. Вот по поводу контроля. Я не встала вчера на принаемом заседании высказываться, потому что просто невозможно уже было. Никто уже не мог не высказываться. Но слушай, почему. Значит, с этим самым контролем. Понимаете, то, что мы понимаем под контролем, отличается радикально от того, что все вообще в мире понимают под контролем. Мы понимаем проверку. Ну, по возможности нахождения виновных и их наказания, если получится. От договора. Значит, контроль, который происходит от английского слова до контрол, это процесс участия фактически заинтересованных лиц во всем процессе. То есть они включаются в планирование, то есть в исполнение, в мониторинг и так далее. Они реально управляют процессом. И в этом смысле его контролируют. А не в том смысле, что вот денег потратили, даже с цифрами хочется произносить 60 миллиардов на стадион, и что там, где контролируют? То надо закачать еще несколько миллиардов, чтобы она более, например, выкатывалась и закатывалась. Зачем это надо? Даже обсуждать не буду, ну, вообще, футбол меня не интересует как класс. Да, тем более, что такой стадион фитил футболу не нужен. Вообще, вот это нужно было проконтролировать на этапе принятия решения. Да? И сделать это могла только городская власть. Но так как она свои функции не выполняет в полном объеме, как политическая власть в Угнеков-Федерации, ну, она и проконтролировала. Значит, вот он принцип себя нестили, а специально себя. Значит, тогда давайте я просто сразу закончу. Да? Нет, ну, потому что, как бы, я еще не дошла даже до темы, и если одна минута, то я просто забочу сразу... А давайте, одну секундочку, можно тогда, прошу прощения? Вот Мальцева далее... Так, есть. Так, у нас Бушуева Анастасия... Принести на следующий. Может быть, мы... Вот я не могу понять, что ты в свое время пока... Нет, вот я просто пытаюсь принять Бушуева Анастасия Александровна. Нет пока, да? Кулинченко Александр Викторович. Не могу просто быть сейчас на другой силу. Да, не могу. Давайте мы немножко все-таки возьмем. Да, да. И потом это... Да, я думаю, что... Так, значит, вот вопрос с точки зрения бюджета, о которой я пытаюсь говорить. Значит, у нас в бюджетной деятельности включается индивидуальная штука. Дальше, если в реализации этого проекта будет участвовать группа, значит, группа выгодит будет участвовать на уровне самоорганизации. Местное самоуправление должно принять деньги. По факту, да? Если оно этого сделать не может, это придется сделать регионам. Если какой-то крупный очень проект, вряд ли он предлагается индивидуальным уровнем, федеральный, это очень вряд ли. Вот что касается регионального уровня, то как раз вот в петербургском варианте мы с этим сталкиваемся. Вот она, лестница участия, которую представила тогда, в конце 60-х годов, и потом опубликовала это в 70-е годы, даже уже в регионах Шелли Айнштейн. Значит, первые уровни – это просто неучастие. Власть манипулирует гражданами и лечит их, ну, в кавычках, да? То есть им рассказывает, что надо делать, как надо делать, показывает. Дальше идет символическое участие, то, чем мы обычно занимаемся, да? И это как раз наш уровень. Мы информируем граждан, мы иногда с ними консультируемся, в частности, с людьми, которые не имеют нормативного значения. Их можно учитывать, а могут не учитывать. Между прочим, образованные демократики тоже. Германская власть тоже не учитывает результаты общественных служб, например, голос победителя. Но предпочитает к ним прислушиваться, потому что иначе в следующий раз, скорее всего, не будет. А у нас все равно. Поэтому вот это самое. Ну, и умиротворение гражданам в том смысле, что успокоить их, да? Вот, чтобы не было протестных... Бросить косточку. Да, ну, разрешить им, например, провести литинг, но не в том месте, где они хотят, а в том месте, где им разрешат. И, наконец, власть граждан. Тут, как вы видите, достаточно радикальная формулировка. Это партнерство. Вот то, к кому, к чему мы, вроде бы, как стремимся сейчас. Чтобы кооперировались. Чтобы взаимодействовали активно и принимали совместные решения. Или власть в каких-то формах вообще регулируется гражданам, то есть они там сами функционируют и создают уже собственное управление, которое приходит к каким-то там определенным результатам, добивается к каким-то определенным результатам. Значит, парсетипаторный бюджет – это власть граждан. Причем реальный, я вот понимаю, потому что речь там идет об использовании общественных ресурсов. Значит, что было в Бреслии? Именно там появился вот этот бюджет. В процессе реадемократизации в конце 80-х годов, вот я почитала тут 40 лет, но не 40, а 30, да, или там чуть меньше 30, значит, была принята новая конституция, началось изменение политической системы. И именно в городе Порту-Аллегро, который обладал этими особенностями, то есть он выступал в качестве оппозиции как раз. Та же жесткая оппозиция, диссидентская оппозиция центральной власти, там пользовалась влиянием рабочей партии. Когда они сформировали свою муниципальную власть, они начали продвигать вот эту идею. И она была поддержана гражданами. То есть они как бы поднялись вот по этой лестнице участия к реальному партнерству, как минимум. Значит, насколько распространено сегодня, не буду зачитывать, вы посмотрите, да, как вы видите, вот Бразилия, несмотря на то, что она была пионером, как бы в этой области, не является регионом, где наибольшее распространение. А высший уровень распространения, три страны, они находятся в разных частях света, скажем так, во всех этих трех странах это закреплено законом. То есть это обязательно. И самая большая цифра, вот эта 1100, даже более 1100, это как раз Польша. Откуда взялось их? Значит, ну там, что у них было понятно, в 90-е, опять-таки, демократизация, децентрализация, они создали очень эффективную и достаточно эшелонированную, да, систему местного самоуправления. На основе грантов Европейского банка развития, потому что там было поставлено условие, что большая часть этих грантов должна использоваться на местном уровне, в том числе в гминах. Гмины маленькие, я не случайно дала здесь численность населения, да, средние численность населения гмины, чуть более 15 тысяч человек, потому что это не жил уже. На дни и порядок, потом еще воеводство, и потом только общий национальный уровень. Так вот, в процессе развития гмина разрешили создавать муниципалитеты на, как мы их называем, внутри городских или внутри сельских территориях. Вот если у нас гмина охватывает какую-то территорию, а там есть деревни, то каждая деревня, она может создать свое самоуправление. И вот как раз в этих советствах, они в советствах называются, производится вот эта противопоказательная муниципалитета. Для чего я это показываю? Для того, чтобы было понятно, что вот эта финансовая инициатива сострадных граждан возможна чаще всего на самом низшем уровне управления. Тогда это реально. И, соответственно, в небольших объемах. Ну, это наша практика существующая. Даже вот уже две эти самые конференции прошли. Здесь у меня первая упоминается, вторая, причем это ПДГД и Минфина. Это не чисто общественная инициатива. И финансовый институт работает, министерство финансов, но очень следующее, то есть все работают. И в Петербурге, в районах, Петербургский район, смотрим, 209 тысяч, 220 тысяч, 160, 135, 340 и так далее. Понятная история, да? То есть условия здесь совершенно другие. Но вот наш аспирант вчера, как раз говорил, он позавчера был в Петроградском районе. На первом, вот в таком этапе, предложений было 150. Так вроде бы и немало, да? А денег сколько будет? Я не написала 10 миллионов на район. Да? Вот если даже 100 предложений и 10 миллионов, понятно, какие будут проекты? Понятно. Но, тем не менее, Петроградская сторона подошелилась. По времени. Да. Я закончила, вот последний слайд, да? Это самое, значит, рекрутинг, сбор предложений, шеревьевка, заседание бюджетных комиссий, экспертиза инициатив и голосование. Это в районной газете, которая называется Петроградка, то есть чтобы граждане не только знали, что можно представить такое предложение, но и вы представляли себе, как это будет происходить. Все, спасибо. Спасибо.